Как залупить? Ватсосони взять за конец и потянуть. Ну так ватсосони, вернее теперь Маджекс, Вегасе, все это именно вот так вот просто делается. Ну например, вот мой божественный фон для видосов. Он бесконечный, то есть я могу его использовать под видео любой длины. Но на самом деле это короткий 8-секундный отрезок из 248 кадров, идеально закольцованный, то есть последний кадр без рывка переходит в первый. Бесконечная залупленная анимация. Так вот, если у меня видос дольше 8 секунд, а такое не часто, но случается, ватсосони я просто беру вот за конец и тяну. Можно тянуть хоть до бесконечности, видеофрагмент не изменяя скорости просто начнет повторяться, тем самым создавая луп. Но это как вот взять этот кусочек и закупипастить его рядом, только быстрее и удобнее. И вот значит привык ты так делать ватсосони Вегасе, но решаешь вдруг перейти на что-то более современное. Ну лично у меня, как и у многих, к Вегасу есть претензии и это вовсе не стагнация этого продукта. Лично меня бесят две проблемы. То, что Вегас на пустом месте замирает и либо вылетает, либо висит, зависнув пока не собьешь процесс. Причем я пользуюсь Вегасом, кажется, с одиннадцатой версии и это именно пользуюсь для того, чтобы канал вести. А для мелких дел до этого я использовал восьмой по-моему Вегас, а сейчас он уже семнадцатый. И эта проблема вот как была, так и осталась. И то же самое бывает в момент рендеринга готового результата. Видеоредактор спотыкается и рендеринг зависает, часики тикают, а туго серия не появляется. Причем вне зависимости какое у тебя железо, я и NVD пробовал, и AMD пробовал, и на Intel рендерю, и на процессоре рендерю, одна и та же херня. Причем ты можешь хоть обрендериться, и он все равно будет спотыкаться на одном и том же месте. Помогает пошевелить туда-сюда куски на таймлайне, возможно заглючивает какой-то переход. И всем вот этим вылетом и зависанием годы. Когда отца Sony избавилась от непрофильного продукта и продала права на видеоредактор, никому не известный Magix, то внезапно выяснилось, что последняя только и может, что за лицензии деньги брать. Сил и средств на содержание команды разработчиков у контора очевидно нет, и несмотря на то, что какие-то там новые версии выходят, уже штуки три как минимум вышло под этикеткой Magix, проект по факту умер. Но лично для меня это как раз хорошо. Потому что из всех функций этого видеоредактора я пользуюсь, может быть, десятью функциями. Я не знаю сколько это в процентах, но очень немного. И то, что эти самые функции от версии к версии не меняют свое месторасположение в интерфейсе, мне только на руку. Каких-либо нововведений я не жду, и они мне в общем-то не нужны. Единственное, что я хочу, это чтобы в Вегасе наконец-то исправили вот эти вот десятилетия тянущиеся ошибки с вылетами. И все, я буду абсолютно доволен. Но тут начали орать, что дескать Изи старый пердун. Ничего нового изучать не хочет, сидит мучается на старом софте, когда есть куда более качественные пакеты. Типа старопердунский маховик у Изи крутится пизже всех. Особенно забавно читать такие комменты от тех, кто под моими видосами о решении ошибок в винде орет, что 10 очка говно, а вот 7 очка это заебись, надо ставить ее. Надо сказать, что попытки перейти на другой видеоредактор у меня были, и не только у меня. Ну например, в 2012 году было очень модно среди ютуберов и других занимающихся видео на любительском уровне переходить на Adobe Premiere. Premiere как ни крути индустриальный стандарт, а у Adobe After Effects вообще по факту конкурентов нет. Никакие Nuke и рядом не стояли. Эксперты будут тебе рассказывать, что Nuke и After Effects это вообще блять для разных задач. Это нодовый редактор и тому подобную херню, после которой ты все равно так и не поймешь, что такое Nuke. Nuke это After Effects с мочой макаки, ну в смысле с вот этой вот полосой мока. То есть в Nuke удобно работать с композицией, причем там есть поддержка одновременной работы над проектом нескольких команд. Но в принципе есть и просто видеоредактор в более дешевой редакции этой софтины. Но там работа ведется именно с нодами, а не со слоями. Там даже на таймлайне ноды. Импорт 3D моделей там происходит по отдельности. Отдельно цвет, отдельно тени, отдельно освещение и так далее. Ну в принципе мощная штука и на нем пилят блокбастеры. Стоит тоже как блокбастер под где-то десятку грина. Поэтому если ты собираешься вот прям заниматься видео профессионально и уж тем более работать в этой сфере, ну даже если фрилансить, то знание премьера это дефолт, без которого работать толком не получится. Но у премьера куча своих заморочек, своих проблем и внезапно выясняется, что залуплять видео потянув за край там тоже нельзя. Тогда с криками винда говно премьер для лохов эти самые не лохи несутся покупать какой-нибудь мак, вкорячивают туда Final Cut только лишь для того чтобы обнаружить, что залуплять видео как в Вегасе нельзя и там. И когда вот такие сами себе злобные буратины выясняют, что на купленном за баснословные деньги маки игр тонет, нихуя не работает, а для запуска нормального человеческого софта с винды надо отстегивать по 40 баксов в год за параллельки, то я называю такую ситуацию пидорина горе. Поддался хайпу, да? Вообще вот эта вот функция по тени и залупи только у отца Sony. Потому что именно по подобному вопросу, а как залупить, пользователи Вегаса узнают на профильных форумах по другим видеоредакторам, например DaVinci Resolve. Resolve это тоже по сути индустриальный стандарт, вот только в области цветокоррекции, а видеоредактор ему за компанию прикрутили. Это кстати частый случай, когда изначально пакет был заточен для чего-то одного, а потом стал обрастать другим функционалом для галочки. Ну например тот же Blender. Мало кто будет спорить, что это в общем-то стандарт де-факто для создания 3D анимации. И там тоже есть видеоредактор, но он весьма убог. Вегас кстати тоже имеет свои корни не в видео, а в звуковом редакторе, отсюда его несколько необычный для нелинейных видеоредакторов интерфейс. Ну а тем не менее, как в 2012 была мода на премьер, последние пару лет пошла мода на Resolve. Тем более, что в отличии от Вегаса и премьера, Resolve имеет полнофункциональную бесплатную версию. Это редкость, бесплатный видеоредактор это разве что Олив, но он настолько в глубокой жопе, в смысле в бете, что до нормального функционала ему еще как до луны раком. Стать стандартом Оливу наверно тоже не грозит, а все остальные бесплатные видеоредакторы используют одну и ту же бесплатную битлотеку, сырую и кривую, и все это говно уж точно хуже Вегаса. Кстати говоря отца Sony Blackmagic роднит то, что Blackmagic тоже продает видеокамеры. И платная версия Resolve идет к ним анусом, в смысле бонусом. Собственно говоря Sony в свое время влезла вот в этот вот рынок видеоредакторов исключительно потому, что они производят и продают видеокамеры. Под Linux кстати есть еще CineRella. Там тоже можно залуплять за конец, но блять интерфейс там настолько сука интуитивно понятный, ну как линупсоиды любят, что просто пиздец как удобно этим монстром пользоваться. Ну и опять таки Linux only, то есть сами себе могилу роют называется. Да безусловно я тот еще монтажоп, и для производства моих видосов подойдет вообще любой видеоредактор и даже не видеоредактор, возможно в Powerpoint я тоже смогу собственные видосы склепать. Кстати интересная идея, может на Powerpoint перейти? Ну то есть мне и Movie Maker хватит, и какой-нибудь Filmora с Movavi. В Movavi кстати таки можно залуплять конец, но там есть проблемы с наложением звуковых дорожек при соединении двух фрагментов и много еще каких проблем. И самое главное, что Filmora, что Movavi придется либо покупать, либо пиратить. И уж лучше тогда покупать или пиратить Vegas, чем вот это вот уж совсем любительское говно. А мы то хотим на хороший качественный софт переходить. Да еще и бесплатный, и желательно мультиплатформенный, чтобы и под линуксом, и под виндой, и под мокосью было. А DaVinci Resolve он бесплатный и крутой. Это только ты потом невзначай сталкиваешься с ограничениями бесплатной версии. Самое эпическое, это при рендере уже готового видео выяснить, что бесплатная версия не умеет в 4К, а только в Full HD. Ну то есть если ты об этом не знаешь, и слепил уже проект, который надо в 4К отрендерить, то у тебя собственно две опции. Либо переделывать проект заново в другом редакторе, либо купить ну или спиратить DaVinci. По крайней мере так было раньше, когда я пробовал перейти на DaVinci, что случалось несколько раз за мою ютуберскую карьеру. Сейчас я чекнул 16-ый Resolve, в бесплатной версии есть рендер в 4К. То есть его видимо все-таки завезли. То есть бесплатность она такая себе, конечно. Бесплатный DaVinci немного недовинчен. Ну так вот, заходишь ты значит такой в недовинчи этот, и первое твое состояние это полный ступор. Вроде все плюс-минус так же как в Вегасе или премьере, ну ты сука ни хера сделать не можешь. Первое вот, что прям с ноги бесит, это то, что полоса, обозначающая положение воспроизводящей головки, двигается только если ее зацепить мышкой и двигать. В Вегасе можно сразу ткнуть в нужное место на таймлайне, и плейхед туда сразу переместится. Плейхед, впрочем, можно перемещать, тыкая по верхней линейке, где время. В Вегасе тоже так можно делать, но это сука пиздец как непривычно и непонятно зачем сделано. И вот таких вот бесящих мелочей в DaVinci просто, блять, вагон и маленькая тележка. Документации толком нет. Например, официальный гайд для начинающих объемом 444 страницы. 444 страницы, Карл. Содержит скорее описание возможностей и функций, причем порой откровенно дилетантские, нежели примеры, как собственно всем этим хозяйством пользоваться. Это о чем говорит? О том, что абсолютно всякий, абсолютно сука всякий момент тебе придется гуглить. Причем, скорее всего, в англоязычном интернете, поэтому я крайне рекомендую юзать английскую версию, а не русскую, иначе заебешься нужные места в интерфейсе искать. Но впрочем, мы это помним еще по Вегасу, там если вдруг забыли перевести какую-то функцию, то она просто в русском интерфейсе не отображалась. То есть ее просто не было, потому что ее забыли перевести. Инструкции, как правило, в виде очень длинных и медленных размеренных видосов на ютубе, но все же их нужно посмотреть для того, чтобы хотя бы каким-то азам научиться. Например, всяким фишечкам, типа того, что для быстрого поиска всяких вставляемых элементов можно нажать Ctrl-пробел и откроется меню поиска. Ну и тому подобная мелочь, сильно облегчающая жизнь. Ситуация осложняется тем, что не DaVinci постоянно, блять, меняет место расположения функции в интерфейсе. И если ты смотришь видеоинструкцию по вроде бы недавней 15-й версии, то она может совсем не подходить для версии, например, 16-й. Ну, например, в 16-й они добавили в тулбоксе раздел эффектов, куда перенесли чуть ли не основной инструмент видеоредактора Resolve, а именно Fusion Composition. Раньше он был тут же, но в другом разделе, в разделе Generators. Ну вот нахуя так делать? Нахуя менять привычный интерфейс? Для чего? Просто чтобы интерфейс изменить? Это же не бета сраное, а продукт уже аж, сука, 16-го релиза. Ну неужели за 16 версий нельзя было интерфейс устаканить? Я в свое время, в начале 2000-х, из-за этого перестал обновлять фотошопы. Они заебали просто туда-сюда переносить слои, например, или какие-то другие функции. И к слову сказать, к концу 2000-х я вообще перестал фотошоп использовать и перешел на GIMP. Впрочем, фотошопом я пользуюсь крайне редко, большую часть фоток и картинок для видосов и так далее. Я вообще в Xenview редактирую и мне вполне хватает. Хотя 16-я версия еще не говорит ни о чем. Скажем, такая банальная вещь, как альфа-канал. В DaVinci появилась или более-менее заработала только в 15-й версии. Как может быть видеоредактор 15-ти версий без, сука, альфа-канала? И вот ты как идиот сидишь, гуглишь, почему не работает? Это ты, дурак? Или же софт, говно? Кстати, по поводу гуглишь. Первое, что тебе начнет попадаться в результатах поиска, это ссылки на официальное комьюнити Blackmagic Design. Ну, то есть разработчиков Резолова. Я очень не рекомендую вот этот вот официальный форум Blackmagic из-за снобизма и фанбоизма. Если, например, форум по Вегасу на Creative Chaos, это просто исчерпывающий кладезь информации, где довольно быстро можно найти ответ на твой же вопрос, но заданный кем-нибудь другим, причем много лет назад. И в теме по этому вопросу, скорее всего, будут уже готовые рабочие ответы. На форуме DaVinci все, блядь, не так. Это, блядь, сука, пристанище фанбоев, причем по худшему, эпловскому варианту. То есть есть фанбоизм прогрессивный. Это, например, к Xiaomi Boy. Вообще, сиарасты, они по большому счету безобидные существа. Ну, выкрикивают на каждом углу, надо было к Xiaomi брать топ за свои деньги и так далее. И самое главное их выражение. Ну, в стабилке муи этой функции пока нет, но в девелоперку уже завезли. Это, сука, ключевой момент. Фанбои просят, девы делают. В итоге продукт обрастает новыми возможностями. Это, что касается фанбоизма сиадрочеров. Фанбоизм яблодрочеров же реагрессивный, или, если угодно, деградирующий, то есть против прогресса. Если Apple чего-то решила не добавлять в свои девайсы или софт, или, что еще хуже, нарочно, намеренно убирает какой-то функционал, то яблодрочеров вместо того, чтобы завалить Apple жалобами «Какого хуя, блядь, за такие бабки мой сраный iPhone чего-то не может?» Начинают, наоборот, защищать любимый говнопродукт фразами вроде «Ну да, этого нет, но мне это и не нужно, я этим не пользуюсь, меня не парит, а тебя парит, да? А мне не парит, мне это не нужно, ну нет и нет, че париться-то? Макобесы, блядь. С айфонами, кстати, меня еще выштыривает. Почему у них нет базовой функции телефона? Записи телефонных разговоров. Ну то есть самого звука вот ты с кем-то разговариваешь, чтобы записать ваш разговор на диктофон. Тут вот начали возмущаться, что звонки в ведроиде типа больше не записываются, потому что это незаконно, и Google это выпилил. Ну не знаю, что у вас там законно или нет, взгляд черного мой в своей штатной говнооболочке все записывает. Ведро там девятое. А тебе вместо того, чтобы ответить, почему же, собственно говоря, в айфоне нету такой нужной функции, в ответ начинают заливать, что их, видите, в ведроидах бесит, что там помойка вместо магазина приложений. Их однажды, видимо, укусил Google Play за жопу, и с тех пор она все еще болит. Ну да, в айфонах без магазина приложений никуда, ведь из коробки он кастрирован, искусственно кастрирован. И за любой маломальски нормальной вещью надо лезть в App Store. И молиться, что Apple разрешит приложению юзать какую-нибудь глубокосистемную функцию, какая, например, нужна для той же автоматической записи телефонных разговоров. То есть куцость и кастрированность и Apple преподносит как, блядь, преимущество. Даже рекламная компания была «there is an app for that», то есть даже для этого есть приложение. Жаль только, что магазин Apple не дает тебе скачать эти самые приложения, как вот тут вот на днях очередная ошибка вылезла. И это все при том, что на том же Гандон-дроиде, в той же оболочке Муи-Хуюи от Салями, такое ощущение, что есть все. Там есть даже FTP-сервер. Но эпловцы начнут «Ха-ха, FTP, да нахуй он нужен? Я че, хакер что ли, красноглазый?» «Не, я им не пользуюсь, ну нет, мне не парит». «А я вот пользуюсь». Да-да, через фар и FTP-клиент для него я получаю полный доступ к файловой системе на Гандон-дроиде, например. Очень удобно. И на айфоунах я, кстати, тоже так когда-то делал, ставил SSH через JL и заходил в файловую систему айфона через FTP, SFTP и SSH клиент, который есть в виде плагина к фару. Это нереально удобно. Вы просто не хотите измениться и попробовать что-то новое. Вот и все. И тут вопли о том, что фар это старое говно? Да какое оно старое говно, оно обновляется каждую неделю. Ну то есть ночные билды есть каждую неделю. А то, что вам там интерфейс фары не нравится, в нем нет красивых картинок, иконок и прочего говна, вы просто фишку не просекли. Текстовый интерфейс это плюс, а не минус. Особенно, когда ты начинаешь редактировать код, для чего в фаре есть просто прекрасный редактор с отличной подсветкой синтаксиса. И не просто подсветкой синтаксиса, но и выделение блоков по открытым и закрытым тегам в PHP, например, или в HTML. Кроме того, этот самый редактор в фаре и все остальное открывается в одном и том же окне внутри окна самого фара. В отличие от того же дабл-командера, который откроет тысячу окошек, ну как завещал Total Commander, и работать, ну по крайней мере мне, неудобно. То есть вы с одной стороны топите за табы, а с другой стороны вас устраивает, что текстовой редактор в том же дабл-командере открывается в отдельном окне. Это учитывая, что в дабл-командере по-моему есть табы. Ну в общем, если тебе не нравится фар-менеджер, то ты просто не умеешь им пользоваться. Вот и все. Так что если ты не хочешь устанавливать целую кучу всякого говна, тунец, iCloud, еще какую-то поебень тупо для того, чтобы переписывать файлы на телефон, беспроводным способом и вообще из любой операционной системы, в том числе с другого гондондроида, например, то FTP сервак на телефоне это очень полезная вещь. И в MUI он есть из коробки. Там вообще все есть. Круче оболочки от MUI, наверное, только приложения от спермбанка. Там уже не знают, как выебнуться и чтобы еще такого добавить, вместо того, чтобы нормально выполнять банковские функции и снижать, сука, тарифы. Причем от Apple йобов ускользает комичная опасность самой ситуации. Они радуются, что проблему с магазином взрослые дяди быстро починили, но даже не задумываются, а какого хуя она, блять, вообще возникла. А что будет, если завтра и Apple решит, что твой iPhone слишком старый и вообще что-то выручка с продаж падает. Давай мы существующих юзеров еще раз через хуй перекинем, то есть подоим, и выдаем с них еще немножечко бабла, заставив их купить обновленную модель гейфона. Тем более, что они сами этого хотят. А если ты не купишь обновленный телефон, то твой телефон просто заблокирует на уровне магазина и ты ничего поставить оттуда не сможешь. За примерами далеко ходить не надо. Так уже случилось с Lumia после закрытия магазина с приложениями для Windows Phone восьмой версии. И на такие телефоны теперь ничего нельзя поставить, кроме как через очень сильную анальную еблю. И если в телефоне нету слота под карту памяти, то градус этой анальной ебли доходит просто до кипения. А на iPhone ничто. Ведь без магазина приложений не поставить вообще никак. Ну разве только через jailbreak. Через тунец на Большом Брате вроде тоже все равно в магазин нужно заходить. То есть магазин все равно должен работать. Зачем нужен магазин, аккаунт и вся вот эта вот херня для установки программ? Нет, ну это наверное удобно там и все такое, но только до тех пор, пока это все работает. И если есть еще какой-то другой путь, на тот случай, если магазин не работает. Ну вот на компе, например, не нужно же вот из магазина винды что-то качать. А у настольной винды есть свой магаз, кстати, который нахуй никому не нужен. Потому что на винде достаточно скачать установщик и установить программу. Или даже не устанавливать, используя портативки. И на Gondondroid точно так же. Там вообще можно не пользоваться гугловскими сервисами и магазином, и даже их не устанавливать, а просто ставить приложение прямо из файла. То есть скачал АПКшку, изменил пару штатных настроек и ставь не хочу. Прямо из файла. А на айфоне что? По-моему там нельзя вот так вот просто из файла ставить приложение. А если завтра санкции въебут и отрубят тебе магазин? Что ты будешь делать? Вот что от вас еблоебы ускользает. Вы отвалили кучу денег Эплу и полностью от нее зависите. От любого ее леволиберального толерастического чиха. Впрочем, для меня отсутствие встроенных приложений это скорее плюс. Ну мне например не нужны виндовые плеер, браузер, файервол, антивирус и даже сраный проводник. Но не пользуюсь я ими. И постоянно мучаюсь выковыривая все это говно, из-за чего система может стать нестабильной. Потому что на тот же файервол еще много чего завязано. Я бы предпочел, чтобы допустим при установке винды не по умолчанию тебе все это говно ставили, а просили пользователя прокрыжить то, что ему надо и что ему не надо. Мне например от Майкрософта не надо ничего. Кроме самой операционной системы без софта. Ну может быть еще офиса и наверное MS-сиквеля, который в разы лучше того же урокла. Но в винде это хоть как-то еще можно выковырить. А в телефоне весь этот ебаный софт вкорячен в прошивку. И его можно максимум отключить, и то не всегда. Но место он при этом продолжит занимать. Но разумеется, если речь не идет о выковыривании приложений через рут, или там каких-то кастомных прошивок, где все уже почищено. Да-да-да-да-да, я знаю про ADB. И про то, что через ADB можно удалять всякое говно, не лишаясь при этом гарантии. Ну вот тут например мне подписчик Гнус подогнал старенький для одного проекта, о котором будет видос. Там просто пиздец, сколько встроенного говна. Еблокнига и инсталитр встроены в прошивку. Йоксель, Вёрт и еще какое-то говно от майков. Просто миллион каких-то самсунговских сервисов, дублирующих гугловские, типа их собственного магазина, и еще тучи всякого гнусовского говна, половина из которого давно либо не поддерживается, либо вообще закрылась. И все это в прошивке, и все это постоянно висит в процессах. Нахуя? Теперь придется вот это все говнище оттуда вычищать. Хочется-то наоборот, чтобы у тебя спрашивали до того, как поставить всякую парашу, нужна она тебе или нет. А не обратная ситуация, как сейчас, когда у тебя по умолчанию все это говно стоит, и ты его потом пытаешься выкорчевать в надежде на то, что это вообще все продолжит работать. Потому что оно как-то там между собой может быть друг на дружку завязано. В общем, на мой взгляд, дилетанта, который в состоянии без пидоров с Купертино, уебанов из гугла и майкрософта, решить, какие программы мне нужны, а какие нет. Вот с этой дилетантской точки зрения, на мой взгляд, в телефонах прошивки перегружены. И это потому, что быдло. Когда быдло решит купить телефон и будет с тупой рожей пускать слюну, ага, что тут даже плеера нету, нахуй мне нужен такой телефон. Такие телефоны просто не купят. Поэтому под завязку, блять, забито софтом, абы каким, но чтобы, сука, возможности. Все для быдла. Соответственно, вот с форумом по DaVinci та же, блять, херня. В частности, с этим вот вопросом про залупление видоса. Ты там в ответ в лучшем случае получишь какой-нибудь адов костыль. Или несколько разных костылей. Либо выкрики о том, что это, блять, нехарактерная работа интерфейса видеоредактора. И вообще этой функции нет и не надо. Потому что, блять, вот она не нужна, вот она мне, лично мне вот она не нужна, поэтому она никому больше не нужна. И я буду об этом писать в форумах до усрачки. У нас что, есть какой-то гост, блять? Гост-Р номер 100500 интерфейса видеоредакторов, где описано, какие там функции должны быть, а каких там функций не должно быть. И главное, я не понимаю. В DaVinci понадобавляли миллион ненужных функций, о которых никто не просил. Однако в итоге все начали их юзать, поняв, что они, в принципе, пиздатые оказывается. И улучшают эргономику, или там производительность, или еще что-то. А вот эту функцию по залуплению видосов просит чуть ли не каждый перебежчик из лагеря от Сосони, и она встречает такой отпор. Если что, то речь не о том, как поставить повторение проигрывания определенного фрагмента. Для этого в недовинченном есть метки и специальная кнопка воспроизведения с залупой. А о том, как именно в самом видео итоговом это сделать. Поэтому по возможности нужно избегать официального комьюнити резолва. Лучше уж видосики смотреть. Их в основном, кстати, снимают такие же, как я. То есть кто, блядь, заебался с этим куском говнософта и видео снял просто от дикой злости за проебанное время, чтобы высказаться и другим это самое время сэкономить на собственном опыте. Блядь, разработчики софта, что, сука, с вами со всеми не так? Почему ваши поделия кроме злобы ничего, блядь, не вызывают? В частности, на поиске ответа на этот вопрос про залупление видео и на опробование предлагаемых решений у меня ушло, блядь, пять часов. Я видос бы получасовой за это время набубнил, отредактировал, смонтировал в Вегасе и высрал бы уже на Ютуб. А тут, блядь, просто пять часов убил. Только лишь для того, чтобы узнать, что никак не залупить видео в DaVinci. По крайней мере, в последний на текущий момент 16-й версии DaVinci и всех предыдущих. Вкратце приведу основные советы, подчеркнутые на этом ёбаном форуме, и скажу, почему они не работают. Первый совет. Использовать лодырь. Есть такая вставляемая на закладке Fusion хрень. Она позволяет загружать уже готовые файлы и работает с ними в DaVinci. Там есть галочка луп. Есть. Есть галочка, чтобы залупить. Только вот она не работает нихуя. В старых версиях она не работает, а в новых версиях список поддерживаемых форматов этим самым лодырем сильно урезали. По крайней мере, загрузить mp4 у меня так и не получилось. И дело здесь не в кодеках. Я даже в MOV его сконвертировал, и все равно он нихуя не грузит. Лодырь этот работает в основном именно с анимационными файлами, в смысле с анимацией, созданной в редакторе, а не с мультиками в виде видеороликов. Ну и с обычными картинками, да, работает. А вот с mp4 и даже с MOVом не работает. Следующая часть советов, это опять-таки на закладке Fusion'а создать два кейфрейма, начало и конца повторения, а потом через редактор кривых, сплайн он называется, выбрать эти две точки и задать им луп. Подходит любой инструмент, но пусть будет таймстретчер. Там правда еще первый и последний кадр надо задать. Это работает, но работает наоборот. Допустим, у тебя есть 10-минутный фрагмент, и ты хочешь залупить из него 8 секунд. Делаешь вот эти вот кейфреймы, ставишь повторения, и тогда, как только playhead дойдет до вот этих вот 8 секунд, они начнут повторяться. И будут повторяться до окончания фрагмента. То есть после того, как дойдет до конца вот этого 10-минутного ролика, будет вновь пустота. А у меня вообще обратная задача. Мне нужно наоборот, из 8 секунд получить те самые 10 минут, или 20 минут, или, блядь, 10 часов, что в Вегасе решается простым протаскиванием мышкой. Ну и последняя категория советов на форуме добавить маты на закладке Color. Тут все проще. Несмотря на нажатие кнопки Add as Mat на видеофайле, в библиотеку матов он не попадает. И не только в лоховской медиапул, куда он и не должен попадать, но и в списке файлов его тоже нет. То есть не добавляется mp4 как мат. И это даже хорошо, потому что иначе тебя ждала бы ёблясь не менее уебанским режимом создания еще одной серийной ноды, добавлением этого фрагмента туда, а потом с усердием, вернее с усерием, выставляя в нужное место все это говно по времени. Короче, ничего из этого тебе не поможет залупить как отца Sony. А что же тот вот 440-страничный мануал? Он предлагает нам в этом случае копипастить, блять. Копипастить, Карл. Ctrl-C, Ctrl-V. Прикинь, высрал я, значит, видос, ну типа вот этого, на полчаса. Хотя многие опять будут возмущаться, что я слишком затягиваю мысль и здесь все можно было за минуту рассказать. Да, это действительно так. И по 8 секунд сижу ему задник копипастил. А еще ведь надо эти фрагменты аккуратно прижимать, без зазоров на линии времени, иначе будет дырка или мигание. Эпилепсия такая, блять, случится. Но, если тебе уж очень надо, то есть способ в разы увеличить производительность вот этого действа. Во-первых, никаких Ctrl-C, Ctrl-V. Зажимаешь Alt и удерживая эту кнопку, мышкой зажимаешь и тащишь фрагмент, который тебе надо залупить вправо или влево по таймлайну. Это автоматически создает его копию. Прижимаешь два этих фрагмента плотно друг к другу, потом выделяешь их оба, снова тащишь с зажатым Alt, это создаст уже еще две копии, потом выделяешь их все четыре, снова тащишь, это создаст еще четыре копии, итого восемь. Таким вот образом по экспоненте количество фрагментов увеличивается. И так можно выполнить задачу залупления гораздо быстрее, но все равно сука вручную. Вместо вот этого Alt можно еще просто выбрать нужный фрагмент и нажимать F9. Он тоже будет быстренько копироваться и примагничиваться к соседнему. Если F9 зажать, то он будет копироваться со скоростью повтора на твоей клавиатуре. Повторяться они начнут справа от плейхеда. И если плейхед у тебя не рядом с изначальным фрагментом, это тоже вызывает массу попа боли. В моем же случае проще в том же самом Вегасе просто заебенить этот восьмисекундный фон, скажем, на час, отрендерить, хуй с ним, что он будет занимать гик, и добавлять его в DaVinci уже как готовый задний фон. Да, файл будет огромный, но зато без вот этой вот ебанации всей. И самая мякотка. Последний способ, о котором я узнал где-то с полгода назад, но он настолько уебанский, что я решил его не включать вот в этот видос, но тут о нем в комментах написали, поэтому давай разберем его вот сука блять построчно, как написано вот в этом комменте от диванного блять эксперта. Пункт первый. Закинуть в медиапул видео, какое ты будешь зацикливать. Дальше. Создать фужен-композицию на таймлайне и растянуть под необходимый размер. Перейти в редактор фужен-композиции, перетащить видео на стол и в настройках медиа-ин выставить луп. В этой инструкции отсутствует еще один шаг, который был в той вот предыдущей моей инструкции. По иронии судьбы, почерпнутый тоже, кстати, из коммента на ютубе. Значит, сначала там предлагалось создать фужен-композицию, а потом на нее же, в этом же редакторе, затащить необходимый медиафрагмент. Объясняю, почему это не работает. Когда ты переносишь медиафрагмент поверх фужен-композиции, она на самом деле подвигается. И это хорошо видно, если медиафрагмент перетащить куда-нибудь в центр этой фужен-композиции, а потом этот медиафрагмент удалить. И у тебя вместо одной длинной фужен-композиции появляется две маленьких. То есть медиафрагмент собой как бы заменяет фужен-композицию, если ты перетаскиваешь и то, и другое на одну и ту же дорожку. Соответственно, перетаскивать медиафрагмент не нужно. Окей, создаем здесь Fusion композицию, дальше переходим в редактор Fusion, затаскиваем туда необходимый медиафайл, соединяем его ноду с выходом и в свойствах этой ноды ставим галочку Loop. Дальше переходим в редактор. Действительно залупилось, но стоит лишь мне потянуть эту Fusion композицию чуть подальше, это очень часто бывает в моих видосах, потому что иногда уже в процессе монтажа я добавляю какие-то куски, и в Вегасе приходится мой вот этот божественный фон протаскивать дальше. Так вот, стоит после настройки всего вот этого Fusion композицию чуть-чуть растянуть дальше, то залупление обрывается на прежнем месте, то есть оно не продолжается дальше, вот до того места куда-то эту самую композицию дотянул уже после того, как на закладке Fusion прицепил к ней залупленное видео. То есть мы вроде бы залупили, но сука не до конца. Фимос недовинченный. Но! Да Винчи у меня вылетает точно так же, как и Вегас. Просто схлопывается, особенно если открыт браузер. Я думаю, что редактор дерется с браузером за видеоускорение, хотя в браузере у меня аппаратка отключена. Кстати, да Винчи требует, чтобы видюха поддерживала определенные технологии, иначе он просто не запускается. Ну то есть на старых видюхах он может вообще не работать, и видюха ему нужна обязательно, в отличие от Вегаса. Впрочем, об этом я уже делал видос. И возникает вопрос, а нахуя вот это все? Ведь на другие инструменты переходят не ради нового инструмента, а потому что либо старый износился, или устарел, или сломался, или для того, чтобы работа шла быстрее, качественнее, результат был точнее и лучше, или все вместе. А что я получаю при переходе с Вегаса на да Винчи? Особенно учитывая, что меня ждет просто колоссальная кривая изучения этого софта. На русианском Learning Curve почему-то перевели как кривую обучаемости. Обучаемости кого? Старого пердуна, у которого возможности к этому самому обучению с возрастом падают, или чего? По моим прикидкам, мне нужно смонтировать и отрендерить в нем видосов 30, чтобы более-менее освоиться. И что в итоге будет лучше? Я пока не нашел ответа на этот вопрос и, наверное, останусь на Вегасе. Я блог ютуба. Лайк подпиской, бубенцы.